Всем привет! Сегодня мы приготовим просто изумительный классический чизкейк, который покорил мое сердце однажды и навсегда. Все ингредиенты я озвучу в процессе готовки, а также оставлю в описании под видео. Первым делом мы приготовим песочную основу или как ее называют французы сабле. Для этого берем 150 грамм сливочного масла комнатной температуры, 2 желтка, 100 грамм сахарной пудры и венчиком смешиваем до однородности. Вместо пудры можно взять сахар, но с пудрой будет нежнее или хотя бы измельчите сахар в кофемолке или блендере. Также хочу сказать о сливочном масле. Выбирайте только самое качественное и вкусное. Именно оно даст основной сливочный вкус, поэтому на масле никогда не экономьте, если взялись что-то печь. Это касается не только основы для чизкейка, но вообще любой выпечки, где используется сливочное масло. Добавляем щепотку соли и 270 грамм просеянной муки и лопаткой или ложкой перемешиваем. Нам нужен минимальный контакт с руками. Долго не вымешивайте, должна получиться крошка. Теперь максимально быстро собираем тесто в шар, заворачиваем в пакет или пленку и убираем в холодильник на 8 часов. Если у вас совсем нет времени, оставьте хотя бы на 2 часа. Охлажденное тесто выкладываем на бумагу для выпечки, сверху накрываем вторым листом и раскатываем до толщины примерно 5 миллиметров. Накалываем его вилкой и отправляем в морозилку на 10-15 минут. Выпекать сабле нужно в разогретой духовке при температуре от 180 до 200 градусов, также 10-15 минут до золотистой корочки. Сабле остужаем, ломаем на кусочки и измельчаем либо в блендере, либо скалкой в пакете. В блендере крошка получится мелкой, в пакете покрупнее. Подгоревшие краешки можно убрать, но я измельчаю вместе с ними, потому что в крошке они только улучшают вкус. К песочной крошке добавляем 70-80 грамм сливочного масла комнатной температуры и перетираем. Масса должна остаться сыпучей. Больше масла добавлять не стоит, потому что основа у вас получится мокрой и вкус испортится. Форму застилаем листом бумаги для выпечки, который у нас остался от раскатки теста и утрамбовываем крошку по стенкам и дну. Если вы хотите чизкейк без бортиков, то можно просто вырезать из готового сабле круг по диаметру формы, но вырезать нужно, когда печенье будет еще горячим, остывшее просто поломается. Также не стоит вырезать круг из сырого теста, а потом запекать, потому что он даст усадку и потом окажется меньше, чем ваша форма. Еще не могу не сказать о магазинном печенье, которое часто используют в качестве основы для чизкейка. Это, конечно, очень удобно и быстро, но также это две огромные разницы во вкусе и если вы хоть раз приготовите сабле, то к магазинному печенью уже никогда не вернетесь. Теперь утрамбованную основу снова выпекаем 10-15 минут при температуре 200 градусов. Затем остужаем, а тем временем приготовим заливку. Нам понадобится 800 грамм творожного сыра. Именно творожного ни маскарпоне, ни рикотта, ни тем более плавленый сыр сюда не подойдет. Добавляем к сыру 200 грамм сахара и перемешиваем миксером на самой низкой скорости. Так мы размягчим сыр, чтобы в дальнейшем у нас не было комочков. Затем добавляем 4 яйца и размешиваем венчиком до однородности. На этом этапе миксер использовать просто крайне нежелательно, так как нам не нужны лишние пузыри воздуха. Нам нужно именно перемешивать, а не взбивать, чтобы наш чизкейк не был похожий в итоге на дырявый сыр. Когда все смешали, вливаем 270 грамм сливок жирностью от 33% и снова перемешиваем. Опять же, сливки можно взять и меньшей жирностью или даже заменить на сметану, но именно жирные сливки придают неповторимый сливочный вкус. Также по желанию можно добавить в заливку 1 столовую ложку лимонного сока и цедру половины лимона. Тогда будет еще и тонкая лимонная нотка, это тоже очень вкусно. В зависимости от плотности и влажности творожного сыра, заливка для чизкейка может получиться как густой, так и жидкой. Ничего страшного в этом нет, результат будет один и тот же. Все продукты для заливки достаем из холодильника заранее, чтобы они были комнатной температуры. Перекладываем заливку в основу и разравниваем. Выпекать чизкейк необходимо при 200 градусах первые 10 минут, затем убавить температуру до 110 градусов и выпекать еще примерно от часу до полутора, в зависимости от вашей духовки. Если вдруг вы не уверены в своей духовке, то в самый низ поставьте емкость с водой, чтобы была паровая баня и чизкейк не пересушился. Выпекать нужно в режиме верх-низ без конвекции и ставить чизкейк на уровень чуть ниже среднего. У готового чизкейка центр должен подрагивать как желе, но не быть жидким. Остужать необходимо с приоткрытой дверцей прямо в духовке минимум 30-40 минут, затем часа 3 при комнатной температуре и минимум 6-8 часов в холодильнике. Отрезкой смены температуры чизкейк может сильно потрескаться. Когда чизкейк полностью охладится и стабилизируется, проводим тонким ножом по краешку и достаем из формы. Нож необходимо окунать в кипяток и быстро протирать салфеткой. То же самое нужно делать перед каждым надрезом. Чизкейк можно подавать с любым ягодным топпингом, можно вообще без ничего, он и сам по себе просто невероятно вкусный. А я украсила его клубникой и стружкой из белого шоколада. Хранится чизкейк в холодильнике целую неделю, пик его вкуса приходится на третий день. Это очень нежный сливочный десерт. Песочная сабля напоминает печенье для торта муравейник. По мне это просто идеальное сочетание. Вкус его словами передать очень трудно, это нужно просто пробовать. Сколько чизкейков я пробовала в разных местах, все они, к сожалению, не оправдывали ожиданий. Но этот чизкейк действительно любовь с первого кусочка. Обязательно приготовьте его и после своего чизкейка никакой другой вы уже точно никогда не захотите. Желаю вам хорошего настроения и удачи на кухне. У вас обязательно все получится. Пока!